Я хочу представить вам нашу гостью, это Людмила Батаранчук. Это для нас сегодня огромный подарок. Спасибо большое, что ты согласилась сегодня поучаствовать с нами. Поэтому, Людмила, привет! Привет, Кристина! Ты уже не гость, ты уже своя здесь. Спасибо! Очень рада быть с вами сегодня. Мне бы очень хотелось, чтобы сегодняшняя программа была очень замечательной и направлена именно вся женщина, чтобы они чувствовали себя особенными, красивыми и всегда они чувствовали, что мы их любим. Да, сегодняшняя наша тема — женское здоровье. Как обычно, я говорю о здоровье, и сегодня я хочу коснуться именно женского здоровья. Что необходимо делать женщинам, чтобы всегда оставаться молодыми, красивыми, здоровыми? Потому что, если женщина себя великолепно чувствует, то всем с ней приятно и хорошо. Ну, на самом деле, да, потому что, если, например, у девушки или у женщины плохое настроение, то это почувствуют все. Мужчины будут просто прятаться по углам. Вот реально, на себе чувствовала. Если у меня плохое настроение, просто не подходите ко мне. Да, то есть... Ну, хотя я стараюсь себя контролировать, уже стараюсь. Стараюсь? Да, очень стараюсь. Это хорошо. Конечно, наше эмоциональное состояние — это очень важно. И очень часто мы думаем, как христиане, мы думаем, вот, раз вот у меня настроение, там, сатана виноват, сразу начинаем винить сатану. Он во всём всегда виноват, он абсолютно во всём виноват. Вот, но очень часто настроение женщины зависит от её гормонального баланса или от ежедневных действий, которые она делает, решения, которые она принимает ежедневно. То, что она выбирает делать в течение дня, это когда она ложится, когда она встаёт, что она кушает, что она пьёт. И многие-многие другие вещи, которые в течение дня мы делаем и подчас не задумываемся, но они пропорционально влияют на наше здоровье в течение дня и в течение жизни. Ну, Людмила, ты вот как бы очень всё хорошо знаешь. Я бы хотела бы вот тогда уже далеко не уходить, а спросить, вот, твой распорядок дня. Ах, как? Давай, мы все хотим это знать. Ну, у меня не всегда всё правильно получается. Здесь вообще за правильное... День начинается с вечера, если так сказать. То есть очень важно, во сколько мы ложимся спать. И есть так называемый бьюти-слип с 10 до 12 часов ночи, что очень редко, конечно, я себе позволяю. Я стараюсь ложиться, чтобы лечь... Ну, вот по тебе не скажешь. По-моему, вот позволяешь. Красиво выглядишь, как всегда, такая вот свежая. Спасибо, спасибо. И хочу сказать, что очень важно ложиться в 10 часов спать, не позже 10. Ну, если невозможно заснуть, тогда как? Ну, для этого есть определённые компоненты, которые... То есть есть определённая продукция, которую можно использовать. Есть определённые приготовливающие методы. Скажем, тёплая ванна с эфирными маслами расслабляющими, скажем, там, лаванда. Есть... Сейчас все запели песню лаванда. Потом очень... Можно добавить туда соли. И, кстати, я очень люблю делать вечером, принимать тёплую ванну, горячую ванну даже. Если вечером принять очень горячую ванну, человек возбуждается, потому что увеличивается кровообращение, и тогда человек не может заснуть. То вечером не рекомендуется очень крепко горячую ванну принимать, а тёплую ванну, и хорошо использовать какие-то эфирные масла, которые не будут возбуждать нервную систему, а будут успокаивать. К примеру, какие? Ну, вот я говорила, что лаванда – это одно из масел. Мне также нравится белая пихта, эфирное масло, которое я использую. И с маслами, когда мы принимаем ванну, очень важно, чтобы не были такие масла, как мята. Потому что если человек возьмёт масло, примет, капнет масло мяты, то он будет бегать, ему будет холодно и будет весь морозить, потому что мята, она и так холодит. Вот поэтому если в ванну набрать мяту, то долго будешь согреваться потом. Я очень люблю вечером в ванну также добавлять соли мёртвого моря или эпсом-соль. Также добавлять хорошо бейкинг-сода, оно ощелачивает организм. И я добавляю, когда, например, использую эфирные масла, масло капается не просто в воду, а очень важно капать масло в соль. Я, то есть беру горсточку соли и туда капаю масло, оно растворяется, и тогда оно уже не падает, не плавает по стенкам ванны. То есть это очень важно. А то сидишь весь такой, как в борще. Борщевая ванна. Сразу масочку себе наложил, да? Да, ну, кстати, когда масло плавает на поверхности воды, оно может печь кожу. То есть это тоже не очень приятное ощущение. И человек тоже не сможет расслабиться перед сном. А также добавляя масло... Ты представляешь, если бы ты вот эти вот не сказал бы нюансы, кто-нибудь так и сделал бы. Масло мята. А еще самое прикольное, это масло орегано. У меня были случаи, кто из людей попробовали масло орегано добавить в ванну. Оно вообще очень крепкое, очень острое масло. И они накапали в горячую воду масло орегано. То, говорит, потом долго не могла прийти в себя, потому что оно разъедало, разжигало всю кожу. Оно, наверное, еще сидело терпело. Я не думаю. Но кроме того, кстати, если кто-то, когда пробует эфирное масло использовать, то очень важно, чтобы... Если вдруг масло попало на кожу и стало печь, то очень важно использовать какое-то растительное масло, как оливковое масло или кокосовое, чтобы смазать эту часть тела, чтобы не разжигало. Тогда оно смягчит кожу и не будет сжения. Также я, когда вечером я принимаю ванну, я люблю использовать масла, которые помогают выводить токсины с организма, помогают выведению токсинов из печени, с почек, кожу чистят. Масло герани очень хорошо. Оно, кстати, тоже помогает регуляции гормонального баланса, очень позитивно воздействует на эндокринную систему. Также использую масло лемонграсс. Это тоже хорошее масло для детоксикации. Но у меня также есть уже готовая бленд-смесь, которая для очищения организма. То есть с вечера я уже как бы организм свой... В течение дня какие-то токсины, может быть, набрались в течение дня, то вечером очень хорошо принимая ванну, я уже и очищаю, и успокаиваю организм. Ты сказала такое предложение о эндокринной системе. Далеко не все мы здесь живущие, знаем медицинский язык, поэтому ты лучше нам объясни, что это такое. Эндокринная система – это система в организме. У нас есть мышечная система, пищеварительная система. И вот эндокринная система – это одна из систем организма. Мы сейчас не будем проходить все системы организма, изучать биологию. Но эндокринная система – это система, которая отвечает за гормональный баланс в организме. У нас есть органы, которые регулируют гормональный баланс, ответственные за функции эндокринной системы. Это железы. У нас есть в голове гипоталамус, гипофиз, эпифиз, щитовидная железа. И многие женщины уже слышали такое слово. Ой, щитовидка у меня болит там или что-то. Кто уже имел с этим проблему. Щитовидная железа, поджелудочная железа. Также половые органы, то есть яичники или яички у мужчин. То есть таким образом эти органы, они ответственны за выработку гормонов. И гормоны, но также гормоны вырабатываются не только в этих органах. И, кстати, очень интересно, одни из новых открытий ученых – это то, что очень большое количество гормонов вырабатывается в кишечнике. И от состояния кишечника. Ну, вообще, очень много говорится специалистами в отношении того, что от состояния кишечника будет зависеть всё здоровье человека. Ну, наверняка, состояние кишечника будет зависеть от того, что ты ешь. Ну, конечно. И да, и нет. Ну, как, обязательно. Но есть определённые вещи, которые также будут влиять на состояние кишечника. Такие, как стресс. Если человек не выспался, скажем, да, вовремя не лёг спать, не получил сон красоты, то он в течение дня у него будет напряжённое состояние, напрягается. То есть мышечная и нервная системы не расслабляются в эти часы, когда нужно восстановить эти органы. И получается, что не приходит восстановление, тогда в течение дня человек напряжён. А когда человек напряжён, и некоторые даже люди, у определённых людей во время стресса прямо ком становится в животе, вот кишечник, он напрягается, происходят спазмы, и тогда кишечник не функционирует. То есть это тоже может вызывать дисфункцию кишечника. То есть питание, стресс будет влиять на... И также наличие токсинов. То есть если человек использует много продукции или живёт в индустриально загрязнённой зоне, то, конечно, это тоже будет влиять на его состояние. И любые токсины, которые проникают в организм человека, химические элементы, они оседают. И вывести их нелегко. Есть, конечно, пути и методы, но с этим нужно поработать, чтобы избавиться. Если человек запустил свой организм, то, конечно, возьмёт время, чтобы выйти из этого состояния. Очень часто люди хотят взять какую-то таблеточку, выпил, и уже всё хорошо стало. Таблетка от всего. От всей болезни одна. Вот. То есть очень важно следить за тем, что мы делаем каждый день, восстанавливаем свой организм. Кстати, статистика говорит, что за сутки сейчас, в данный момент, человек получает за сутки количество токсинов, которое предыдущее поколение получало за год, а в некоторых случаях за всю свою жизнь. То есть человек на сегодняшний день, если он ежедневно не делает какие-то вещи, чтобы не ведёт профилактику здоровья, то в таком случае у него будет накапливание токсинов, и он не сможет нормально функционировать. Ну, раз мы вот так, грубо говоря, деградируем, то... Не весёлая тема пошла, да? Не весёлая тема, но значит, мне кажется, что умирать люди будут намного раньше, чем раньше. Кстати, да, сейчас статистика говорит, что предыдущее поколение переживёт настоящее поколение. Очень мы замечательную тему выбрали для вас. Да, на женский день. Просто весело, да. Море вам цветов, дарите девушкам тюльпаны. Ну, я думаю... Хорошо, мы все поспали. Да. Я хочу сказать, Кристина, что лучше горькая правда, чем сладкая ложь, да? Да, действительно. То есть иногда очень важно нам поднять такие темы, которые, может быть, не всегда приятно говорить, но это, как говорится, правда, и лучше знать правду и делать правильные вещи. Потому что иногда люди говорят, ой, как же я жалею, что я раньше не знала вот эти вещи, я бы мог это предотвратить, а сейчас я вот там и там нахожусь. А ещё зачастую бывает, что человек думает, что это никогда со мной не произойдёт, с кем-то вот произойдёт, но со мной никогда. Да, да? Абсолютно. К сожалению, вот, да, статистика говорит, что на сегодняшний день каждый второй мужчина и каждая третья женщина раком заболевает. И что интересно, когда, начиная с человеком говорить, он говорит, я всю свою жизнь отдал в руки Божьи, всё в руках Божьих. Я говорю, ну вы знаете, Бог не толкает вас в постель, не идёт за вас в магазин продукты покупать, не наносит там крема и прочую продукцию, которая иногда вредна для организма, и то есть не делает неправильные вещи для вас. И в Писании мы читаем во Второзаконии, Бог говорит, что я предложил тебе жизнь и смерть, избери жизнь, чтобы жил ты и потомство твоё. То есть от того, какой выбор мы делаем сегодня, особенно женщина, потому что здоровье семьи зависит от понятий, которые придерживается женщина. И если женщина считает, что всё позволительно, всё можно, от этого будут страдать её дети. И на сегодняшний день, к сожалению, в Америке 87% подростков к 13 годам в первой стадии диабет. Это ужасно. Да, то есть уже дети начинают в подростковом возрасте страдать от серьёзных заболеваний, которые должны быть у пожилых людей, а не у молодых. Да, они вообще, в принципе, не должны быть. Вообще-то правда. Да, но как бы принято, что если диабет, так это уже у пожилого человека, но не у подростка. А на сегодняшний день поджелудочная железа, один из органов эндокринной системы, не справляется с количеством сахара, который человек использует в течение дня, в течение года. То есть количество сахара используется неимоверно, и человек потом, организм просто не справляется с тем объёмом. И, естественно, определённые последствия начинаются с сахарной диабет у человека. Хорошо, Людмила. Давай мы всё-таки вернёмся к женщинам. Вернёмся к женщинам. Если он встанет в 5 часов, то это будет 7 часов сна. То есть практически считается, что 7-9 часов сна – это достаточно для того, чтобы выспаться. Но в какое время суток? Если человек спит вот с 10 до 5-7 часов, это намного восстановительнее часы, чем, скажем, если он спит с 2 часов ночи до 9 утра этих 7 часов. Огромная разница в отношении восстановления организма. Казалось бы, человек поспал такое же количество, но именно его состояние после того или того времени… Или ты ходишь свеженький, или как будто тебя мешком нагрели. Да, вроде и поспал дольше. Второй момент очень важный – это то, что, когда пробуждается человек, очень важно, что я делаю. Я пью воду. С утра я пробуждаюсь, я пью воду, и я выпиваю литр воды. Конечно, немногие люди на это способны, но многие люди, которые стали придерживаться протокола лечения, который я рекомендую, и они видят замечательные результаты. Потому что в течение ночи у нас происходят очень сложные метаболические процессы в печени, в почках и во всех органах, восстановительные процессы. И если мы утром не пьем жидкость, а начинаем с чашки кофе, то тогда кофе, оно обезвоживает, окисляет организм. И человек уже начал свой день, если он вовремя не лег спать, с утра еще взял кофе, потому что он не вовремя лег спать, он в сонном состоянии, ему нужно кофе, чтобы чувствовать хоть как-то ободриться, и он не пьет жидкости, воды, тогда у него происходит закисленная среда образовывается в организме. А если у человека нарушен кислотно-щелочной баланс в организме, то есть кислотная среда в организме, то тогда также иммунитет слабеет, и человек легко заболевает. Люд, ну все равно же вода в воде рознь. Вот сейчас какая у нас вода течет из крана? Давай вот как бы смотреть в глаза, туда добавляют очень много разных химикаток, и мы эту воду пьем, и вот эти химикаты потом в нас оседают, и вот как мы можем потом чувствовать себя? Ну откуда потом незакисленная среда? Да, это правда. То есть вода, которая идет в кранах, она кислотная, и если проверить pH воды в кране, она будет щелочная, на удивление, да, когда мы делаем тест, но эта вода щелочная, которая в кранах, если она будет тестироваться как щелочная, то это только лишь потому, что там добавлен химикат, который ощелачивает воду. То есть сама по себе вода, она кислотная, которая прошла через обработку и в кран поступила к нам, но они ощелачивают химикатом по названию лай, для того, чтобы не ржавели трубы. Но никто не заботится об этих трубах, об нашем кишечнике. И что получается, когда мы пьем воду, которая список химических элементов, которые находятся в воде, мне говорили, что где-то два листа мелким шрифтом написано все, что находится. Там люди говорят, хлорка, там фтор, это только пару элементов, а очень длинный список тех компонентов, которые находятся в воде, для очищения воды, так сказать, для того, чтобы убить те инфекции, те бактерии, те микробы, вирусы, которые находятся в воде. Но, как бы вроде очистили воду, но когда человек пьет, эта химия, она, естественно, оседает в организме, и организм воспринимает химию таким образом, что он пытается определить, куда же ее теперь определить, она не усваивается организмом, как живая еда. И тогда это оседает в сосудах, как тяжелые металлы. То есть в воде очень много также и бывает и тяжелых металлов. И в сосуды попадает, и то есть в эти суставы, извини, в суставы, в мышечной ткани у человека начинается развиваться артрит, и человек потом страдает и не может понять, что происходит. Выход есть? Выход есть. Важно, если мы пьем воду, и очень я рекомендую пить достаточное количество воды в день, я могу коснуться, сколько нужно воды пить, но очень важно пить правильную воду, очень важно, чтобы вода была фильтрованная. Я рекомендую... Но это не этот фильтрик, это вот кувшинчик. Да. Этот кувшинчик очень-очень примитивный, и очень-очень мало он действует позитивного, позитивного эффекта имеет. Конечно, за неимением лучшего хотя бы уже такую воду, но если человек хочет, чтобы у него было оптимальное здоровье, то, конечно, я рекомендую медицинский аппарат, который структурирует воду, который я использую, и окружение моё, люди, которые следуют протоколы лечения, которые я рекомендую, они именно пьют такую воду, потому что на сегодняшний день наш президент Америки пьёт такую воду, и элита, люди используют именно эту технологию для того, чтобы организм хорошо работал. и эта вода, она в этой воде правильный pH, она содержит большое количество антиоксидантов, она реструктурированная, то есть этот аппарат, он не только очищает воду, он также её и реструктурирует. И таким образом человек пьёт воду, которая хорошо усваивается. Одна из проблем, почему многие люди не могут пить воду, это то, что вода, которая в кранах, иногда бывает 20 до 100 молекул. Молекул — это как кластер, как вода кластерилизуется, и тогда человек начинает пить, она очень толстая, она не проникает в клетки, и человек его раздувает, он говорит, я выпил стакан воды, я не знаю, что дальше делать, как я могу литр выпить. Потому если я пью реструктурированную воду, которая действительно существует в природе, которая, она тонкая, тонкая, нормально, не набралось там много всяких химических элементов, и она не сбитая, она тонкая, тогда она легко усваивается организмом, и тогда она проникает в клетки. А что нам необходимо? Нам необходимо, чтобы наше здоровье было именно на клеточном уровне. Очень часто мы не задумываемся о том, что происходит вообще в нашем организме на клеточном уровне. Очень часто мы думаем, от тортика захотелось, съел тортик, и подумал только о том, что как сработали мои вкусовые рецепторы. А практически что происходит на клеточном уровне в организме, мы не задумываемся. Естественно, мы люди, у нас у каждого в течение дня много ответственности, работа, дела, семья. То есть, естественно, мы не сидим и не думаем, что же там у меня в клеточках происходит. Но есть привычки, которые мы в течение дня привыкли, то, в чем мы выросли чаще всего, или то, чему мы научились. Если, скажем, наши родители делали определенные вещи, то на сегодняшний день, например, люди, которые прожили уже в Америке лет 20, да, там 15, у них уже поменялась та жизнь, которой жили их родители. Их родители в помине не кушали то, что едят на сегодняшний день их дети. Потому что на сегодняшний день, что зайдешь в живой еды в магазине, маленький прилавочек, там фрукты, овощи, орехи, да, семена, а остальное все коробочки. То есть человек, заходя в магазин, идет и вот прилавки, 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 переработанной еды, которая уже не имеет, не несет жизни организму. Поэтому очень важно придерживаться живой еды, пить хорошую воду, чтобы себя великолепно чувствовать. И то, что я стала говорить, что очень важно, чтобы у нас здоровье было на клеточном уровне, то очень важно, чтобы вот вода проникает в клеточки, она забирает токсины, и также вода доносит питательные элементы в клеточки. И если человек покушал здоровую еду, и он попил воду, и, конечно, очень важно не пить воду во время еды. Воду рекомендуется прекратить пить за полчаса до еды, и где-то часа полтора-два, в зависимости, насколько у человека метаболизм работает, насколько его пищеварительный тракт работает, у каждого немножко свои есть отклонения. И от этого будет зависеть, как долго он может не пить воду. Но в течение еды не рекомендуется пить воду. И каждый человек может определить для себя, какое количество воды он может выпивать за сутки. Это по американским замерениям. Я сейчас не помню, как оно по русским, я привыкла же к американским. Это на каждый паунт нужно обязательно полунции воды. То есть, если человек, к примеру, у него вес 150 паунтов, то это где-то 75 унций воды в сутки. Это означает где-то 2,5 литра минимум. Это для поддержания. Если у человека, конечно, серьезные проблемы со здоровьем, то очень важно уже почти удваивать это количество. Если он хочет прочистить организм. Хорошо, мы поняли, что нам нужно много пить. Людмила, вот многие женщины, они борются с лишним весом и вот говорят, вот Кристина, как ты вот такая худая, и вот ты вот все можешь себе позволить кушать, да, вот, например, потому что я вот любитель сладкого, от торта все-таки я отказаться не могу. Вот такая слабость у меня. Исповедание. Да, исповедание в прямом эфире. Слушайте, пожалуйста, все. Да, кушаю торты. Вот, и они говорят мне, Кристина, вот, как вот ты можешь оставаться в такой форме? Потому что они вот пытаются даже вот практически не кушать. Сидят на каких-то там, то ли белковых диетах, там, или диеты... Яичные какие-то, я слышала, да? Яичные. Вот непонятно. Я вот лично на диетах никогда не сижу. Просто люблю заниматься спортом и, ну, как бы, кушать в меру. Ты активный образ жизни ведешь? У меня очень активный образ жизни. Я не могу сказать, что я достаточно правильно питаюсь или достаточно много пью воды. Но все-таки я вот как-то вот иногда задумываюсь, иногда прибегаю к здоровому образу жизни. Раза два в месяц. Я шучу. Ну вот, расскажи, пожалуйста, почему вот некоторые женщины, они вот все-таки вот просто пухнут ни от чего? Ну, есть несколько вещей. Список немаленький. Почему женщины не могут сбросить лишний вес? И что очень самое печальное, это то, что когда женщины хотят похудеть, они начинают принимать какие-нибудь химические шейки, там, смутис делать, и которые очень-очень вредные. Они могут сжигать жиры, и человек может действительно потерять вес. Но потом плачевные последствия, потому что токсичность повышается в печени, нарушается эндокринная система, что ответственно за регуляцию веса в организме человека. И, естественно, очень часто люди, они сделали какой-то смутный, там, продержались неделю-две, там, уже боролись. А потом, когда человек выходит с этого состояния, начинает есть то же самое, и, естественно, все возвращается. И также он ведет тот же самый образ жизни. То есть не всегда на 100% еда является причиной, но еда является одной из причин, потому что еда встает в списке вещей, которые очень важно будут влиять за вес человека. Но я знаю люди, когда они уже перестают кушать любые химические, там, смутисы, всякое, что очень вредно, они говорят, окей, я буду сидеть только на одних салатах. И человек уже на одних салатах сидит, уже мучается, уже обессилел, и у него нету результатов. Потому что для того, чтобы сбросить вес, необходимо отрегулировать эндокринную систему, что очень часто бывает, гормональный баланс отрегулировать. А если у человека не налажен гормональный баланс, что на сегодняшний день происходит довольно-таки часто, и женщины пытаются сделать все, что угодно, а оказывается, у них просто нарушен гормональный баланс, и им нужно это отрегулировать. Также в отношении еды я бы хотела упомянуть, упомянуть, что есть такое выражение, растет, как на дрожжах. А булки все содержат... А я булки ем. Булки, ну, это, наверное, не дрожжевые. Ну, я очень редко. Да, то есть дрожжи, попадая в организм, дрожжи находятся в организме до 6 месяцев. То есть представьте себе, как они влияют на организм. Кроме того, на сегодняшний день 80% населения женщин, как минимум, страдают разными дрожжевыми инфекциями. Это кандидоз, то есть это грибки. И все, у кого есть раковые заболевания, обязательно в наличии. То есть грибки – это почва для раковых заболеваний. Ну, а бороться можно как-то с грибками? Да. С грибками нужно исключить все, что содержит в себе дрожжи. И продаются бездрожжевые хлебы. Ну, вот как бы хлеб, потом выпечку можно... А что еще кладут дрожжи? Ой, дрожжи – большой список тоже. В магазине даже не предположишь. Приходишь, читаешь все, что на коробочке очень часто, начинаешь читать список ингредиентов, там смотришь – ест, 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 то есть дрожжи. И дрожжи, они очень вредно, негативно влияют на организм. И если человек хочет использовать выпечку в доме своем, то лучше использовать закваску. И закваска делается довольно-таки несложно. У меня дома я использую закваску. И очень много было сделано научных исследований в отношении закваски, в отношении как дрожжи и закваска, когда люди просто меняют, даже хлеб начинают печь вместо дрожжевого, переходят на закваску, это уже начинает влиять позитивно на здоровье человека. То есть дрожжи исключить. Что может разрушать нашу эндокринную систему и нарушать гормональный баланс? Это стресс, это токсичность в организме, большое количество прогестерона, то есть люди, которые используют разные гормональные препараты. То есть есть гормональные препараты позитивного и негативного порядка. Кстати, хочу сказать, также вот мы говорили о воде, я сейчас немножко вернусь, что бутылированная вода вырабатывается в пластике. Если человек пьет воду из пластика, то вырабатывается очень много эстрогена. Пластик воздействует на организм, эти элементы, которые находятся в пластике, они проникают в воду, и когда попадает наш организм, оно повышает количество эстрогена в организме, и это очень вредно. Кстати, это очень вредно для мальчиков. Это будет влиять на развитие их мужских способностей в будущем. И любой пластик вообще, он негативно влияет на гормональный баланс. То есть когда мы используем химию, используем пластик, то это очень-очень негативно влияет на организм. Поэтому если люди пьют воду, то я рекомендую им иметь дома фильтры, естественно, и также обязательно использовать посуду, которая стеклянная, если бутылки брать с собой, то используют именно стеклянные, а не пластмассовые бутылки. Все-таки сегодня мы говорим о девушках, да? Да. И все-таки есть на свете такие девушки, которые страдают от гормональных каких-то болезней, которые не только полнеют из-за этого, у них еще повышается волосатость. Даже вот такая аллегорическая история ходила, парень говорит, вот как не скажу, что у нее красивые усы, она обижается. Понимаешь? Ну вот как бы это вроде бы смешно с одной стороны, а с другой стороны вот есть реально люди, которые очень сильно этим страдают. Абсолютно. Вот это вот реально, ну даже вот не до смеха, да? Вот как бы вот может кто-то... Ну конечно, когда это происходит, то человеку уже не смешно, естественно. Ну вот реально, вот представляешь, у девушки растет борода, или, например, там на руках прям такие волосы. Вот как вот бороться с этим? Да, то есть это серьезная проблема, и это признак того, что у человека происходит определенное нарушение в организме. И в организме у нас, у женщин, есть мужской и женский гормон. Женский гормон – это эстроген. Интересно, сколько у меня какого? Кстати, мужской гормон – тестостерон – очень важен для нашего организма. Для женского? Для женского организма. Например, мужской тестостерон, он помогает сохранению мышечной системы. То есть мышцы именно... Почему мужчины, они больше у них мышечной массы, чем у женщин, потому что у них наличие тестостерона влияет на сохранение мышечной ткани, так сказать. Не поверишь, начала заниматься спортом, у меня тренера была, гоняла меня... Сразу басом заговорила, да? Почти, да, бла-бла-бла. Короче говоря, вот начала меня гонять со штангой по всему фитнесу, да, вот бегала, каждый день по часу занималась. Что ты думаешь, у меня начали мускулы расти, я бросила, я не смогла, потому что я уже начала вот ходить как шкаф, вот честно, вот и вот мне пришлось вот бросить. Почему? Кстати, сильно чрезмерные физические упражнения нарушают гормональный баланс. То есть для нас, женщин, очень важно заниматься, очень важен активный образ жизни, не сидеть на месте, двигаться, ходить, гулять, чтобы каждый день хотя бы минут 15-20, а за лучшее вообще-то рекомендуется полчаса, до часу давать какую-то активную нагрузку. Помыть полы, пылесосить, то есть нужно двигаться. Мы созданы для движения, мы не созданы для того, чтобы сидеть у компьютера и часами проводить время за столом или где-то писать, что-то делать на телефоне. То есть, кстати, я хочу сказать, я люблю, когда я принимаю ванну, если у меня не хватает времени, то я часто работаю дома, я просто тогда беру с собой телефон, компьютер, что-то делаю, но я также одновременно очищаю свой организм и ввожу токсины, то есть ванну я использую тоже так как место для работы иногда. Но если, конечно, человек вечером... Нормальная райская жизнь, сижу себе в пене, заодно и работаю. Вот. То есть иногда я это делаю для того, чтобы, как говорится, не просто сидеть за столом, но что-то делать одновременно в этот момент. Я не могу ходить активно, но я, скажем, использую это. Полежность приятная. Да, или, например, даже вот, кстати, совет для женщин. Если есть возможность, сделать просто ванночку для ног. Кстати, в наших ногах самые большие поры в организме. Если женщина, например, ей сложно принять ванну, она может сесть с семьёй, с детьми, если она пока смотрит какой-то фильм, скажем, если с семьёй люди сели посмотреть фильм. Ножки в ванночку поставил какой-то тазик. Принесли большую ванну, все с семьёй сели, ноги попарили. Между прочим, вопрос... Хорошая идея. Да, представляешь, вот как сплочилась семья. Да, все сидят, ноги паят, смотрят кино. Вот, такая вот, такая тема. У меня очень часто мёрзнут ноги по ночам. Что это значит? Вот ванночки перед сном. Ванночки. Или ванночку в постели. Но вообще, если мёрзнут ноги, это тоже нарушено кровообращение бывает. То есть нужно посмотреть, что может быть причиной. То есть если, например, ты, может быть, не высыпаешься, если вдруг, то значит у тебя иногда может быть плохо циркуляция идёт в организме. Ну, у папы один диагноз, замуж. Ну да. Вообще-то да, женщины более склонны к тому, что они мёрзнут, а мужчины их греют. Так что да. Ну, наверное, ну, как бы... Хорошо, буду принимать ванночки пока. Ванночки пока, да. Вот, то есть можно насыпать, я говорю, что очень хорошо минерализировать организм. То есть минералы получаем мы также, вот если соли, соли мёртвого моря очень полезные. И можно вот ванночку сделать, насыпать соль и какие-то масла туда накапать. То есть у меня есть список масел, которые вот я перечисляла для того, чтобы делать детоксикацию организма. И таким образом мы как-то между делом сами себе что-то делаем. То есть иногда человек завалился, лёг на диван, ноги закинул. Это тоже где-то своего рода хорошо чуть-чуть полежать. Но когда нам нужно каким-то образом очищать свой организм. Кстати, в отношении очищения организма лимон очень хорошо помогает выводить токсины из организма и ощелачивать организм. Поэтому я люблю делать сок с лимона. И также я добавляю лимонное масло, эфирное масло лимона в воду. И это тоже помогает очищать организм, выводить токсины из печени. И если у нас повышенная токсичность в организме, то тогда это также, как я говорила, пропорционально влияет на нашу эндокринную систему, на гормональный баланс, что часто бывает причиной излишнего веса в организме. Потому что, например, есть такой гормон лептин, который ответственен за то, чтобы дает сигнал жировым клеткам сохранять жиры или нет, так сказать, то есть клеточкам. И если у нас происходят нарушения, а нарушения происходят, когда уже организм, хаос происходит в организме. А когда мы не принимаем здоровую еду, у нас мало живой еды. А живая еда – это еда, которая не прошла термическую обработку. Даже если человек дома питается, он пошел, купил еду в магазине, но пришел ее там все, пережарил, перепарил, что там уже не осталось ни энзимов, ни ферментов. То есть уже еда практически… Мы кушаем ее, но там очень мало уже живого осталось. И тогда организм воспринимает еду, которую мы кушаем, как токсичную. И он не может ее нормально усвоить, так сказать. Она проникает в клетки, но она не несет той энергетической силы, которая принесла бы живая жизнь. То есть когда люди кушают, сидят вот на одних салатах, скажем, это я говорила, начала, и они не используют правильные жиры, белки, исключают это из диеты, то организм приходит в такое состояние, как starvation mode в Америке есть такое выражение. То есть если, кстати, человек очень мало пьет воды, и вот такой есть парадокс. Люди, которые начинают у них… Происходит дисфункция в организме, например, у них почки перестают нормально работать, они отекают ноги. Они говорят, все, я воды перестаю пить, у меня отекают ноги. Как только я начинаю пить воду, у меня отекают ноги. Но тут вот момент нужно как раз вот переждать. Нужно начинать регулярно пить больше и больше воды для того, чтобы перестала происходить излишняя отечность в организме. Потому что организм, он очень уникально устроен Богом. И когда у нас мало воды в организме, мы только попадают в любая жидкость, организм пытается ее сохранить, потому что он думает, ах, скоро не будет воды, мне нужно держать все, что есть. Так же самое и с едой. Когда мы начинаем кушать, если мы долгое время не кушали, и потом мы начинаем кушать все подряд, организм думает, о, все, надо скорее запасаться, потому что это для нашего собственного выживания, мы так созданы. Но мы не созданы были так, что мы сейчас идем в магазин и покупаем упаковками и огромное количество ненужных белков, жиров, которые ненужные, которые плохо усваиваются организмом. Но для нас очень важно, есть очень большое количество свежих фруктов, овощей, орехи, семена, зелень. Это очень-очень важно для того, чтобы себя чувствовать энергично, чтобы чувствовать себя полноценно. Если вот люди не кушают полноценную еду, а, скажем, переходят только на одни салаты, у них падает железо, у них падает, ослабевает мышечная система, ослабевает иммунитет и начинают они заболевать. И у женщин, когда падает количество железа, у них происходит нарушение и в цикле. То есть нарушается это как оно пропорционально. А когда начинается дисбаланс в цикле, то получается, что женщина чаще у нее больше потери крови, и тогда получается нарушение это, оно как замкнутый круг до тех пор, пока не поднимется уровень железа в крови. Почему у девушек при этом или у женщин очень плохое настроение? Абсолютно. Настроение меняется. И, кстати, от того, что мы покушаем, от этого будет зависеть наше настроение. И, конечно, шоколад люди любят, и шоколад повышает количество гормона радости. Это, как он называется, эндорфин. Но правильный шоколад, конечно. Я использую raw cocoa, то есть от самих зерен шоколадных, какао-зерен. И этот шоколад, он дает, кстати, повышает железо, и повышает, там есть и белки, и полезные, хорошо усвоимые. И тогда, когда, если я делаю смуды, я делаю фрукты, овощи, и если я добавляю туда какао и, скажем, семечки, чиа, хемп, такой белок, то я себя великолепно чувствую, у меня много энергии, и мои клеточки получают питание. Это то, что я делаю. Ну, все-таки, вот женщины, которые болеют гормональными болезнями, например, щитовидной железой, вот разные заболевания у них, что они должны делать, вот, например, с сегодняшнего дня? Первое, что бы я начала делать, это очищать организм свой, потому что первое, что происходит в организме, это загруженность токсинами, организм загружен, и тогда, когда много токсинов в организме, это первое, что нарушает гормональный баланс. Ежедневно, я говорила, лимонный, лимонный, я использую лимонное эфирное масло, потому что там в одной капельке лимона до 40 лимонных шкурок, то есть это очень большой концентрат. Также есть масла эфирные, которые я добавляю, пропиваю время от времени для того, чтобы проводить детоксикацию организма, и когда мы выводим токсины, тогда начинается регуляция гормонального баланса. Но если человек просто прошел какую-то чистку, сделал, вот я почистил свою печень, и вот все, я сделал себе чистку, значит, все должно наладиться. Нет. Но есть определенные травы, определенные масла, которые начинают восстанавливать эндокринную систему, и в зависимости, в какой сфере произошло нарушение, мы начинаем тогда восстанавливать эту сферу. И, кстати, хочу сказать, что вот стресс, да, что касается стресса, есть хороший, есть плохой стресс. Когда у нас плохой стресс, это, скажем, мы волнуемся, мы переживаем, мы не выспались, то есть это стресс плохого порядка для организма. Тогда у нас вырабатывается гормон кортизол, он вырабатывается в надпочечниках, а кортизол, что он делает? Он дает команду клеткам сохранять жиры, потому что, то есть, как бы, если человек находится в состоянии паники, да, в состоянии какого-то расстройства, скажем, Богом мы созданы были, ну, древние поколения, что люди, когда нужен какой-то страх, переживание, значит, нужно спасаться, выживать как-то, да, и тогда у человека сохраняются жиры, чтобы его организм выжил в стрессовой ситуации. Но когда мы находимся под стрессом постоянно, 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 мы не выходим из этого состояния, у нас кортизол, и мы кушаем много неполезной еще пищи, тогда этот кортизол вырабатывается из-за стресса, и он сохраняет больше и больше, накопляется жиров. И у женщин, когда кортизол как раз дает сигналы, и тут в объеме появляются животики. Да, некоторые женщины наоборот хотеют. Опять-таки, в зависимости, как мы реагируем на стрессовые ситуации. И, кстати, вот адреналин, он наоборот сжигает жиры. И, кстати, кортизол также повышает аппетит, когда человек не выспан. Я замечала, что если я очень мало спала, у меня повышается аппетит, мне больше хочется кушать, потому что наш организм требует, ему нужно как-то восполнять энергию, и тогда человек начинает больше кушать. Определенное количество людей у них, то есть у каждого еще есть уникальность в организме. Но большинство людей все равно склонны к тому, что у них именно срабатывает эта функция, как кортизол накапливает жиры. Адреналин вырабатывается, когда у нас есть стресс позитивного порядка. Скажем, если мы первый раз прыгаем с парашюта, у нас выработается больше всего шанс, что у нас выработается кортизол. Выработается кортизол, потому что человек испытывает страх, да, первый. Но когда он делает это регулярно, у него потом энтузиазм, ты летишь с парашюта, у тебя счастье такое, адреналин тогда вырабатывается, да. Тогда, когда вырабатывается адреналин, он сжигает жиры. То есть если мы живем в стрессовой ситуации, скажем, мы с энтузиазмом, мы не выспались, но мы идем, мы делаем, мы знаем, что я иду к цели, я там достигну. Ты не выспался, но у тебя позитивные эмоции, и у тебя идет позитивного порядка, а не стрессовое, негативного порядка ситуации. Тогда у тебя вырабатывается адреналин. Тут еще как бы эмоциональное состояние задействовано, эмоции наши. Также я бы хотела спросить у тебя о коже, потому что кожа – это самый красивый орган, наверное, который есть в человеке. Потому что если вдруг кожа там не очень чистая или негладкая, уже как бы чувствуется, что как будто бы какой-то изъем в человеке. Вот как нам оставаться всегда красивыми, чтобы всегда была у нас чистая, гладкая, нежная кожа, как у ребенка, и красивый, роскошный волос. До самой старости, да? Да, до самой старости, чтобы не было никогда морщин, и вот чтобы вы были самыми красивыми. Вот именно о коже сейчас вопрос. Кожа – это лицо того, что происходит у нас внутри. И, конечно, я за то, чтобы нам использовать косметику, я сама использую косметику, это я рекомендую женщинам использовать косметику, и это красота наша. Вот. И кожа, кстати, это самый большой орган в нашем организме. Кожа, там есть как бы кожа, кишечник между собой, они так сказать. Но как раз от состояния кишечника будет зависеть и наша кожа. Если у нас дисбактериоз, если у нас нарушение, и если у нас гормональный дисбаланс, например, акни, прыщики появляются от того, что, например, у человека нарушение. Гормональный, кстати, тестостерон ответственен за появление прыщиков на лице. Мужской гормон. Вот. И тестостерон вырабатывается, когда у человека нарушение идет сна, дисбаланс, когда много появляется жировых ненужных клеток в организме. И вопрос кожи, я хочу сказать, что очень важно обращать внимание на продукцию, которую мы выбираем, используем косметику. Например, косметика, которая содержит в себе большое количество химических элементов, она будет разрушать нашу гормональную систему, гормональный баланс. Например, статистика говорит, что это где-то более 400 с лишним разных вредных химических элементов находится в продукции личного пользования, то, что мы используем ежедневно. И вот представьте себе, мы каждый день берем, наносим на свое лицо, на свою кожу, парфюмерию используем. Например, в духах, в парфюмерии, которая сделана химическим путем, она не на основе эфирных масел. Раньше парфюмерия была, это эфирные масла, а на сегодняшний день это сплошная химия. То в парфюмерии, например, насчитывается в районе 200 разных химических вредных элементов. То есть мы попользовались духами. Мы вроде вкусно пахнем, но последствия. У нас нарушение гормонального баланса, потом проблемы с весом, проблемы с настроением. Если мы, скажем, взяли какие-то эфирные масла, которые поднимают настроение, например, цитрусовые масла всегда поднимают настроение. Но, кстати, цитрусовые масла, если они попадают на кожу, мы наносим на кожу, и это солнечные лучи, они попадают в это место. Цитрусовые масла провоцируют возникновение темных пятен на коже, потому что именно эта защитная функция уменьшается на коже, и кожа становится более чувствительна к солнечным лучам, скажем так. Поэтому, если использовались цитрусовые масла на коже, то обязательно минимум 24 часа нужно, чтобы прошло, чтобы не возникало темных пятен. Иногда люди используют цитрусовые, вот скажем, люди используют лимон, чтобы отбеливать кожу. Я такого никогда не делала, но я слышала. И вот они потом попользовались лимоном, вроде отбелили, и потом вышли на солнце, если они живут там, где много солнца, и у них вдруг появляются темные пятна, они не могут понять, почему. Вроде как будто они отбеливали кожу. То есть это такой маленький совет, который, знаешь, очень важно знать. Но кожа также зависит от того, сколько мы жидкости употребляем. Естественно. Да, потому что если у человека обезвожен организм, его кожа становится более дряблая. И, конечно, очень важно полезные жиры. Если мы используем растительные жиры, то кожа тоже здоровый вид имеет. И вот заметь, если те люди, которые живут в климатических условиях, где более влажная среда, например, на Флориде, меньше морщинистых людей. Надо поехать посмотреть. Срочно. А вот в Аризоне более сухой климат и больше морщинистых людей. Это я вот слышала такую статистику. То есть где мы, окружающая среда. Если человек, например, живет в климате, где больше влаги, то, естественно, у него не настолько много влаги уходит с организма. Если человек живет в климатических условиях, где сухой климат, то, естественно, ему нужно использовать больше воды. Итак, Людмила, давай мы сейчас по пунктам пройдем. Значит, первый пункт. Девушка, женщина, бабушка, неважно кто, должна ложиться спать в 10 часов вечера. Стараться. Потому что сон, самый здоровый сон с 10 до 12, да? Да. Как я поняла. С 10 до 2. С 10 до 2, да. Окей. Вставать, ну, уже... 7-9 часов сна. 7-9, окей. Встать, обязательно выпить жидкость. Да. За час до еды, да? Да. А потом здоровый завтрак, очень важно. Потом завтрак. Должен быть большим, то есть плотным, то есть хорошим завтрак должен быть. Естественно, там не должно... Ну, я не говорю о том, когда я говорю плотный завтрак, люди думают сосиски, колбаса, кто к чему привык. Ну, наверное, каша, нет? Каша, обязательно должны быть белки в завтраке. И это орехи, это семена. То есть это очень важно, чтобы мы использовали в завтраке белки, если говорить о растительной диете. Я предпочитаю растительную диету, поэтому я говорю о растительных белках. Значит, правильное питание, потом обязательно подвижный образ жизни. Обязательно. Свежий воздух. Свежий воздух. Обязательно выходить на свежий воздух и глубоко дышать. Когда мы глубоко дышим, у нас понижается уровень стресса в организме, и тогда мы начинаем... Также приходит стабилизация в организме. Значит, использовать правильную косметику. Обязательно. Пить правильную воду. Да. Не прибегать к химическим лекарствам. Лучше заменить это эфирными маслами. Да. Сколько я поняла. И ещё такой вопрос. Это вот больше... Мы поговорили о физическом. Но, наверное, ещё, насколько я знаю, вот по себе, что обязательно нужно себя наполнять духовно. Сто процентов. И от нашего духовного состояния будет зависеть наше эмоциональное состояние. Если мы не проводим время с Богом с утра, если мы в течение дня не направляем себя, мы живём под стрессом, написано в Писании, возложите все заботы на меня. То есть Бог говорит, Бог призывает нас к этому, чтобы мы не ходили в унылом состоянии. Писание говорит, унылый дух сушит кости. У людей кожа сухая становится, если человек уныл. То есть у него взгляд не тот. Если женщина, она улыбается, с ней приятно. А если женщина, она унылая, то, конечно, с ней неприятно. Ну, никто не хочет вращаться вот среди депрессивных людей. Я думаю, правда. Потому что, мне кажется, такие люди, они высасывают энергию полностью даже у позитивных людей, потом позитивные просто не хотят с ними общаться. Конечно, то есть мы ищем своё окружение. Но очень важно, когда мы читаем Писание, когда мы начинаем поднимать свой взор к Богу, когда мы направляем себя, потому что мы взаимосвязаны. Наш дух, душа и тело, они плотно связаны между собой. Если мы, то есть тесно связаны между собой. Если мы думаем только о физическом состоянии тела, вот только рассматриваем эту сферу, а не смотрим на эмоциональный. И я сегодня упоминала, что наши эмоциональные и духовные, они будут влиять на физическое состояние. И одновременно, если мы, скажем, у нас очень много токсинов в организме, если у нас болит голова, если у нас болит живот, мы себя плохо чувствуем, то в таком состоянии и молиться тяжело, правда ведь? То есть, ну если мы вовремя легли спать, если мы вовремя встали, попили воды, у нас энтузиазм, мы начинаем ходить, мы начинаем славить Бога, у нас есть за что благодарить Бога, когда у нас жизнь кипит, да? Ну обязательно, мне кажется, нужно себя мотивировать, потому что мы, девушки, мы очень любим себя пожалеть, например, что-то не так пошло, там, как бы, уткнулись в подушку, начинаем плакать, какая я бедная, несчастная, да, вот, на самом деле, всё прекрасно, да, вот, как бы, мы, он, нам Бог сверх сил никогда ничего не даст, да, вот, мы всё сможем, мы всё пройдём. Мы более эмоциональны, конечно, сей массивной, да. Ну вот, я уже с годами научилась контролировать свои эмоции, и иногда бывает, что вот этот дьявол, всё-таки вот здесь он не прав, а подгоняет какие-то мысли, знаешь, такие вот, ты посмотри, да, ты вот неудачница, чего ты там добилась или ещё что-нибудь, ну, бывают вот такие мысли приходят. Ну, Кристина, она только не тебе говорит такое. Ну что ты, ну, как бы, я же говорю, я знаю, что дьявол находит каждого в своём, да. Каждая женщина, она проходит через какие-то вот такие вот, почему, потому что дьявол, он хочет вот унизить женщину, чтобы она чувствовала себя просто ущербно. Причём, что самое интересное, дьявол именно приносит какой-то элемент, какую-то часть организма, какой-то там или нос, или глаза. Да, да, да. Вот у кого кучерявые волоса, они, вот почему у меня непрямые волосы, вот у меня там нос такой, или у меня там живот, или у меня ноги, что угодно. И дьявол начинает с человека, а другие смотрят, говорят, слушай, какая ты красивая. Да, а женщина просто внутри себя чувствует, что она никому не нужна, она некрасивая. Это работа дьявола. Да, абсолютно. А другие ходят и завидуют этой женщине, говорят, как бы я хотела быть на её месте, вот, не зная того, что... и это очень важная сфера, когда нам важно просто... И когда мы читаем Писание, мы начинаем видеть, кто мы есть в Боге. И у нас появляется тогда энтузиазм, и мы начинаем видеть, что Бог сотворил нас совершенными. Если Бог сотворил тебя такой, иногда женщина говорит, вот, у меня там большие бёдра, там, вот, или ещё что-то. А выходит замуж, а это как раз мужу нравится, как она выглядит, её рост, её ноги, её руки. Он наслаждается, видя её именно такой. Именно для него Бог создал её. А женщина, например, девушка, она ходила, вот, недовольна была своим телом. Я очень много в течение жизни встречала такие случаи, когда девушка именно была недовольна своим телом, а муж как раз говорит, слушай, какая ты уникальная, как мне это всё нравится. То есть это действительно работа сатаны, который пытается наткнуть человеку какую-то вот назойливую мысль, что вот эта часть, и когда мы чувствуем себя, комплекс у нас появляется, мы не чувствуем себя полноценно. И, естественно, это также приносит в состояние уныния, депрессии, недовольства. И тогда мы не можем радоваться спокойно и ходить по жизни, что всё прекрасно, я совершенная, Бог меня сотворил уникальной. Я как-то общалась с одной очень замечательной женщиной, Ольгой Голиковой, она у нас часто выступает на нашем телеканале, она вот как бы может поднять дух. И она вот меня однажды заставила, говорит, вот просто бери и выписывай все обетования Божьи, которые вот он в Библии написал о тебе. И что ты думаешь, Люда, моя жизнь после этого просто перевернулась и захотелось себя любить, захотелось выглядеть лучше, захотелось привести себя в форму, захотелось правильно питаться, ну потому что как бы не зря нам жизнь дана. Ну ты знаешь, в отношении мышления есть учёными, учёными доказано, что 87 до 95 процентов болезни зависит от по причине, возникает по причине мышления человека. То есть если мы думаем, что это позволительно, мы это делаем, так? Если мы видим, что это непозволительно, это неправильно, мы начинаем менять свой образ жизни, мы начинаем менять свои привычки. И когда мы меняем свои привычки, тогда у нас происходят определённые последствия. Если мы привыкли, чтобы с утра начинать свой ритуал с чашечки кофе, то мы поменяли это на воду, и у нас начинает организм по-другому работать. У нас поднимательное настроение. А сколько дней нужно в привычку входить? Ну, вообще-то 21 день в среднем берёт, чтобы организм уже более, как сказать, вошёл, больше вошёл в привычку. Наверное, нужно на будильник себе записать «выпей воды». «Встань, выпей воду». Да, то есть если у нас мы начинаем правильно мыслить, и мы начинаем тогда рассматривать себя как Божье творение, у нас появляется правильный энтузиазм, мы начинаем видеть себя, что Бог сотворил меня великолепно, я великолепна, я буду делать великолепные вещи для своего же тела. И мы есть храм, живущего в нас Духа Святого. То есть если мы будем рассматривать себя таким образом, а если мы себя унижаем, то мы унижаем то, что сотворил Бог практически. Вот смотри, Люд, у меня ещё такой вопрос, наверное, уже один из последних, потому что наша передача подходит к концу. Вот смотри, вот все девушки, они абсолютно разные. Есть такие утончённые, все такие вот дамы, прямо такие, они очень нежно разговаривают, они там все такие очень ласковые, там ла-ла-ла. Так шепотом, да? А есть девушки такие вот, грубо говоря, пацанки, девушка с веслом, вот, наверное, больше, как я, знаешь, такие, я на тарзанке люблю покататься, люблю нырять, там, я вот люблю машины, там, что-нибудь, футбол погонять, ну, что такое? Вот почему вот мы вроде женщины, и вот мужчины, наверное, точно так же, есть более женственные, а есть более такие вот брутальные. Ну, потому что мы все очень уникальны, и у нас есть свои склонности, свои, и в принципе, да, это можно так сказать, вот как бы категории, и я думаю, что мир, он нуждается и в таких, и в таких женщинах, вот. Конечно, я считаю, что в женщине должна всегда сохраняться женственность, вот, и у тебя предостаточно женственности. А я, в принципе, сейчас уже не спрашиваю. Хорошо, спасибо, утешно. Вот, и если, знаешь, есть действительно, мы должны следить за своей походкой, как мы сидим, как мы ходим, естественно, если женщина идет так, мы должны немножко, ну, следить за собой, учиться, если женщина, например, она никогда не следила, то есть, например, мама должна учить девочку с самого начала, как ходить, вот, если у нее какие-то есть моменты, как мы учим детей и не чавкать, да, вот, то есть вырабатывать какие-то склонности. Если девочка растет с мальчишками, у нее братьев много, то тогда, естественно, она больше склонна к тому, что она будет гонять. Хотя не всегда есть девочки, которые независимо, у нее больше в характере тоже, как бы, она вот такая вся милая, такая принцесса, среди мальчишек растет, среди богатырей. Вот, поэтому я думаю, что есть вещи, которые мы должны подрабатывать, как женщины, например, то же самое, как мы следим за собой, укладываем волосы, одеваемся более женственно, одеваемся красиво, и как мы себя ведем в обществе. Но это ведь бывает, ну, как бы, вот, я не знаю, как по-медицински выразиться, но это может быть из-за, вот, например, больше женских гормонов, чем мужских в организме. И такое бывает, да, то есть есть, как бы, и опять-таки я говорю, что у каждого из нас вот этот уникальный баланс, например, даже вот кровяное давление, ты не можешь сказать, что вот именно вот эта цифра одинакова у всех должна быть. У одного, например, чуть-чуть ниже, казалось бы, а это для него норма кровяное давление, у другого чуть-чуть выше, как бы, вроде, но это все в норме у него. То есть у нас, у каждого есть свои уникальные функции в организме или свои уникальности. И в этом, как бы, сказать, что, ну, оно должно, опять-таки, быть более-менее в норме. Не то, что, если, скажем, давление нормальное 140 на 70, то есть 120 на 70, извиняюсь, то если у человека уже 180 на 90, это уже, как бы, нужно серьезно обращать внимание, да? И на этой прекрасной ноте, Людмила, я хотела бы тебя поблагодарить за то, что ты действительно провела с нами вот это прекрасное время, за то, что ты вот подарила такой подарок нашим женщинам. Поэтому обратись, пожалуйста, к ним, и ты можешь пожелать им что-нибудь в этот прекрасный месяц марта. Да, кстати, у меня был недавно день рождения. Да, день рождения. Спасибо. И я очень рада, что я родилась женщиной. И я поздравляю всех вас, женщины, с этим прекрасным месяцем весной. И я желаю, чтобы в вашей жизни весна никогда не прекращалась, независимо от вашего возраста. Наше состояние будет зависеть от нашего... Наше физическое, как мы выглядим, будет зависеть от нашего настроения, настроя. Иногда в 18 лет девушки уже чувствуют себя старушками и ведут себя как старушки. А иногда смотришь на женщину, ей 80 лет, и она юная, молодая душой, она полна энергии, и она не чувствует себя пожилой. Поэтому я желаю вам быть всегда молодыми, быть всегда красивыми и никогда не сдаваться. И это уже сторона мужества. А я бы хотела обратиться к нашим дорогим мужчинам и сказать, дарите цветы и вашим женам, мамам, сестрам. И не забывайте, что Международный женский день не только в марте. Мы всегда остаемся женщинами, мы нуждаемся в вашем тепле, в вашем внимании, в вашей заботе. Ну и вы хорошо справляетесь. Поэтому благодарим вас, дорогие наши телезрители, за то, что вы были сегодня с нами. Девушки, поздравляю вас, вы прекрасны. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok